Аплодисменты Как понять евангельское указание на то, что первая заповедь первая и наибольшая? Является ли, означает ли это то, что можно обойтись только лишь ее выполнением? Или то, что вторая заповедь как-то детерминирована первой? И ответ на этот вопрос на самом деле не очевиден. И мы видим, что очень много достаточно распространенных цитат, нам всем их известных, как, например, «Спасись сам, и сотни вокруг тебя спасутся», часто понимается как указание на то, что именно первая заповедь, любовь к Богу, которая осуществляется в таком аскетическом одиночестве, она вот первая, самая важная, и потом уже происходит, так сказать, исполнение второй заповеди. Ну, это, конечно, немножко утрировано, и мы видим, что это строится на модели, если можно так сказать, подвига таких святых, как, например, святой Серафим Саровский, люди, как мы знаем, уходившие в пустынь, молившиеся в одиночестве, на камне, в очень таких аскетических условиях и практически не имевшие общения с миром и возвращавшиеся из этой пустыни к людям, просветленные и завершающие чудеса. То есть вот, и как бы эта модель как-то часто применяется вообще в крестьянской жизни вообще, то есть уход и возвращение. Это очень большая тема, и я, естественно, сегодня не смогу ее раскрыть, потому что, в общем, сама, наверное, для себя еще ее не раскрыла. То есть всегда ли можно достигнуть совершенной любви к Богу, уходя от мира? Этот вопрос был задан вчера, и отец Андрей на него дал прекрасный ответ. Итак, начнем с тезиса первого, то есть необходимость опыта деятельной любви к ближнему как форма осуществления обоих заповедей. И вот мы здесь должны вспомнить то, о чем говорил вчера Сергей Сергеевич Хорожий, об общении Паисия Величковского, составителя-переводчика славянского добротолюбия, то есть энциклопедии аскетической духовности, который принял форму именно общежительного монастыря. То есть его форма, так сказать, монашеской жизни была не уход, не вот такой отшельническое житие, а, ну, можно сказать, колхоз, то есть большой такой колхоз, где жили люди разных национальностей, вот община, вместе молились, питались, работали. Вспомним другой пример святого Силуана Афонского, который получил опыт благодати, вот второй благодати, в какой момент? Как мы помним, это произошло, когда он исполнял послушание работы в трапезной, прислуживая свои братья. То есть это происходит не в одиночестве где-то вот вдалеке от мира, а именно вот в самом центре событий, прислуживая своим братьям, вот он испытывает вот этот вот опыт общения с Богом. Итак, понимание любви к ближнему не в этическом, а в онтологическом смысле означает, что человек в своих отношениях с людьми реализует единство, о котором молился Христос, да будут все едины, как ты, отче во мне, и я в тебе, по образу святой Троицы. В своем завещании к монашеской общине архимандрит Сафроний Сахаров пишет о чудном единстве, где каждый является центром всего, все и все для него. Но он же все свое и всего себя отдает для всех и каждого. И в таком общем усилии носить в себе каждого, отдавать себя всем возникает благотворное влияние друг на друга, совмещение усилий, тесное сотрудничество, это цитата, конвергенция в порыве благочестивого творчества. Мне кажется, это очень прекрасная формула, и она применима не только к монашеской общине, а в общем к любому коллективу, который строится на том, что люди разделяют общие ценности. И это очень важно, потому что, несмотря на то, что я думала очень много о том, что нам рассказал вчера Александр Филоненко, и вот этот опыт встречи, он очень важен, и встреча с любым человеком нас чему-то учит, и мы можем получать от встречи с любым человеком что-то очень важное. Но для того, чтобы получить опыт полного исполнения этих двух заповедей, нужна община. Это не может быть весь мир. И вот сегодня Оливико тоже говорил, научиться жить с этими людьми, которые с тобой каждый день ходят на работу, с этими детьми, которые ты видишь каждый день, со своими близкими в семье. И все, в общем, научившись жить с ними, ты уже можешь научиться жить со всем миром и воспринимать каждого. А на самом деле, как мы знаем, это самое трудное. Теперь следующий тезис – это тема страдания. И эта тема тоже прозвучала у многих докладов. То есть рассматривая жизни, жизнеописание, автобиографии святых и в том числе неканонизированных святых людей, которые, как отец Виктор Мамонтов, являются нашими современниками. То есть мы видим, что на самом деле, особенно в XX веке, может быть, потому что мы знаем про них больше, мы видим, что в жизни каждого человека присутствует опыт этого страдания. Он может быть разным, но он обязательно есть. Я хотела бы начать просто потому, что времени все-таки мало, но начать только лишь с одного человека. Это человек, который меня всегда очень вдохновлял, мать Мария Скобцова. То есть вот она, мне кажется, представляет вот сегодня в наше время какой-то очень интересный материал для размышления и общения. Мне кажется, я все время с ней общаюсь. Те, кто не знают, в общем, на самом деле ее знают многие. И поскольку она тут родилась в Риге, то есть есть какая-то связь. Композитор эстонский Галина Григорьева написала музыку на стихи матери Марии, прекрасную музыку. В двух словах, то есть мать Мария Скобцова, рожденная Пеленко, первого мужа Кузьмина Караваева, была поэтесса, политический деятель, эмигрировшая с потоками русских беженцев от революции и гражданской войны, потерявшая двух дочерей от эпидемии, принявшая монашеский постриг в 1932 году. Она организовала приют для потерявших работу и дом русских эмигрантов, где она кормила, пригревала. Сотни людей прошли через этот дом. Люди, которые опустились, потеряли свое достоинство и которые вернулись к жизни, к вере благодаря ей. Ну и очень многие знают про ее смерть. Она умерла в концлагере, куда она попала не потому, что она была еврейского происхождения, а потому, что она помогала, спасала еврейских узников, которые, в общем, не узников, спасала людей еврейской национальности. Есть что-то общее между матерью Марии и святой Терезой Калькутской. И обе женщины были уверены, что настоящее христианство заключается в служении тем, кто отвергнут обществу пропащих, безнадежных людей. Мать Тереза и ее сестры посещали трущобы Калькутты, собирая на улицах больных, умирающих от голода людей, чужой для них национальности, культуры и религии. Они давали им возможность провести даже последние дни своей жизни с достоинством, давая заботу, питание, лечение, любовь. Мать Мария ходила по трущобам Парижа, она объезжала также дома сумасшедших и собирала опустившихся на дно русских эмигрантов. У нас с утра обходила рынки Парижа, получая бесплатно непроданные продукты, из которых она готовила для всех обеды и ужины. И, как я уже сказала, когда Франция была оккупирована нацистами, мать Мария была вовлечена в помощь для узников концлагерей и вышедших из лагеря русских, укрывая также евреев. И вот здесь мне хотелось бы прочитать одно свидетельство ее современницы Нины Кривошейна. Это свидетельство интересно тем, что оно показывает вообще, что такое святость. Мать Мария считала, что несчастных людей, не нашедших себе вместо эмиграции, надо сперва напоить, накормить, дать им чистую одежду. Заметив, что я рассматриваю ее сушение, она как-то спросила меня, сушу ли я тоже овощи и ягоды, как она. Я ответила, что не умею, да мне и в голову не приходило. Тогда она подробнейшим образом мне объяснила, как это делается. Начинайте сразу и увидите, как приятно будет, если зимой сварите Никите, кисель и компот. Я была у нее в коморке раза 3-4, и вот как-то, пожалуй, уже под конец я сидела и слушала ее как раз про сушение. И вдруг, вроде шока, я во мгновение ощутила, что со мной говорит святая. Удивительно, как я до сих пор это не поняла. Вот этот образ, то есть, вот, простите, это мать Мария в ее монашеской одежде, то есть образ женщины, которая говорит о чем-то очень обыденном, о сушениях. И вдруг возникает вот эта ситуация, где человек, находящийся рядом с ним, понимает, что это святой. И вот здесь мне хотелось бы обратиться к теме страдания, которое я начала. Поскольку мой доклад назывался темой призвания, то есть меня, в общем, как-то заинтересовала эта тема призвания на служение Богом. И вот, читая письма матери Терезы, там этот опыт как-то очень так сильно описан, то есть я начала задумываться, есть ли такой опыт вот этого призвания в жизни вот других людей. И мне кажется, что вот мать Мария описывает в чем-то подобный опыт призвания, но она описывает его по-другому, она описывает его в своей поэзии. И вот этот опыт призвания она переживает через опыт очень сильного страдания. Она похоронила свою дочь Настю в 1927 году, но ей пришлось ее перезахоранивать. И вот это, то есть второй раз как бы хоронить дочь. И вот после этих вторых похорон она пишет «Мне открылось другое какое-то особое всеобъемлющее материнство. Я вернулась с кладбища другим человеком. Я увидела перед собой новую дорогу и новый смысл жизни». И об этом тоже есть стихи. То есть здесь мы видим, что через личное страдание как бы ей открылся новый опыт, который она, в общем, о котором она пишет. И она его выражает в тайне Богоматери. И вот эта тайна Богоматери, которую она считает, хранит православное сознание, описана в одной ее статье, где она пишет об образе креста меча. Ну, как мы помним, в Евангелии от Луки говорится о пророчестве Симеона Богоприимства, о том, что оружие пройдет душу Богоматери. И вот Мать Мария пишет обоюдоостром мече Богородицы. Обоюдоострый меч Богородицы – это ее пассивное страдание распятому Христу. «В то время как крест активен, меч пассивен». Богоматерь – это цитата – невольно сострадает Христу, она сотрудничает Ему, она соучаствует, со переживает, со распинается. Вот здесь мы видим икону, которая была написана по мотивам вышивки, которую сделала Мать Мария в концлагере перед смертью. Эта вышивка не сохранилась, но по устному описанию ее соузниц икона была написана одной из иконописиц. Это не сестра Иоанна была. Да, сестра Иоанна Рейтлингер сделала прореси, и иконописица Отсуп сделала рисунок. То есть здесь Богородица держит крест, на котором распят младенец Христос. Это такой необычный образ, но он как раз отражает иконографически вот эту мысль о обоюдном остром мече. И далее Мать Мария пишет такую богословскую мысль, я, в общем, не богослов, здесь я не могу ее развить, но я просто ее процитирую. Она пишет, что в человеке присутствует как образ Христа, так и образ Богоматери, рождающая Христа человека от Духа Святого. И в этом смысле эта богоматеринская часть человеческой души начинает воспринимать других людей, как своих детей, усыновляет их себе. и вот в многих письмах и свидетельствах мы видим, что это было на самом деле абсолютно реальное чувство, которое Мать Мария испытывала вот этим всем людям таким потерянным. То есть она писала, что ей всех хочется обнять, приласкать, погладить по головке, накормить. То есть это было абсолютно такое реальное чувство. Вот сегодня наши учителя говорили вот о том, как они хотят этих детей обнять, приласкать. То есть это, в общем, материнское чувство, и это чувство может быть на самом деле распространено не только на детей, но, в общем, и на взрослых, потому что взрослым тоже часто нужно почувствовать такую заботу. Вот. И я вот вчера вечером читала замечательную статью Натальи Большаковой о Матери Марии. Она нашла очень много свидетельств о последних днях Матери Марии. Они абсолютно вот просто ну, я не буду читать, потому что я расплачусь. Есть такое те, кто вот знают, читали о Матери Марии, и часто вот упоминается, что она пошла в газовую камеру за другого человека. Вот в этой статье, которую Наталья опубликовала в журнале «Христианоз», она приводит свидетельства, говорящие о том, что в последние дни состояние Матери Марии было настолько слабым, то есть она страдала от дизентерии, то есть она была настолько слаблена, что она уже не могла сама ни за кого пойти в камеру. Но даже если в общем не было вот этого вот такого последнего жертвенного поступка, в общем, ее само пребывание в лагере и ее смерть, конечно, являются для нас уже свидетельством, очень, которое говорит о вот ее такой смерти, как страстотерпца. но поскольку все-таки очень было интересно, что Наталья начала именно с похорон отца Виктора, потому что, в общем, как говорил Архимандрит Сафроний, по-христиански жить нельзя, по-христиански можно только умирать. И вот эти свидетельства о последних днях человека часто как раз и говорят нам о его святости, потому что именно там собственно и как-то проявляется вот это то, к чему человек идет всю жизнь. И вот ее письмо, которое было устно передано после ее смерти, было таким. Мое состояние сейчас это то, что у меня полная покорность страданию, и это то, что должно быть со мною, и что если я умру, в этом я вижу благословение свыше. Самое тяжелое и о чем я жалею, что я оставила свою престарелую мать одну. Вот это тоже из статьи Натали. И здесь вот это принятие страдания и все ее соузницы говорят именно о том, что она была совершенно спокойна. Не было страха, не было какого-то волнения, переживания, надежды на спасение. Конечно, все надеялись на спасение, тем более, что буквально на следующий день после того, как она с другими узницами погибла в газовой камере, лагерь был освобожден. Француженок успели освободить. В общем, это, конечно, потрясающая совершенно страница истории человеческой, и здесь можно говорить об этом бесконечно, но я об этом хотела сказать именно в связи с нашей темой. третий тезис, это тезис о любви и богообщении. В богословии Матери Марии служение ближнему связано с теозисом, с богообщением, но она, опять же, поворачивает все немножко по-другому. Она пишет о мистике не богообщения, а мистике человека общения, в котором проявляется связь с телом Христовым. Она опирается на понимание церкви как тело Христовое, на концепцию богочеловечества Христа, которое через жертву Христа приобщает человечество его божеству. Она пишет «В таинстве Евхаристии Христос отдал себя, свое богочеловеческое тело, миру, или иначе сочетал мир в приобщении этому богочеловеческому телу, он сделал его богочеловечеством». Таким образом, активно любовь к ближнему является выражением приобщения к богочеловечеству мира. И человекообщение в этом смысле продолжение цитаты. Есть просто иной вид богообщения. Общаясь с людьми, мы общаемся не только с единомышленниками, друзьями, единоверцами, подчиненными начальством, наконец, не только с материалом для наших упражнений в послушании и любви. мы общаемся с самим Христом. И есть все-таки очень много критики Матери Марии, особенно за ее очень нетрадиционное понимание монашества. Но, тем не менее, читая эти строки, я вижу в них много параллелей с достаточно традиционными аскетическими авторами, как, например, святитель Игнатий Бринчанинов. Он писал «Умрем для естественной любви к ближнему и оживем новой любовью к нему, в Боге. Послужим ближнему в служении нашим не как отцы чадом, но как рабы Господни, как непотребные слуги святым ангелам». То есть вот эта новая любовь к ближнему не такая сентиментальная просто такая «Мы все должны быть добренькими». Любовь к ближнему, которая строится на том, что Мать Мария называла мистикой человека общения. В общем, это кинетическое служение ближнему, в котором мы видим образ Бога. Таким образом, понимая вторую заповедь, таким образом, что мы не можем разделить ближнего на категории национальности, расы, пола, социального происхождения. Мы понимаем, что вот это человекообщение, оно необходимо для нашего спасения, и оно может существовать только в соединении с первой заповедью. Мой второй пример, я не знаю, сколько у меня времени, пять минут. Второй пример, на самом деле, был другой человек, который никогда не встречался с матерью Марией, это был святитель Лука Война-Ясенецкий. И он, как и мать Мария, был, конечно, очень необычным человеком, поскольку он был знаменитым хирургом, и в то же время он был епископом, архиепископом, и причем он стал, причем он не прекращал свою врачебную деятельность, когда стал священником и затем епископом. Но мне было очень интересно читать его автобиографию, где он написал, как он стал врачом. На самом деле, Феликс Война-Ясенецкий, отец которого был католиком, мать православной, он был очень одарен художественным даром, то есть он был творческим человеком, и он начал заниматься живописью, но он отказался от карьеры художника, так сказать, потому что слова Евангелия, как он сам писал, я просто должна это процитировать, ему вручили Евангелие по окончании школы, это была традиция в гимназиях, и вот слова Евангелия жатвы много, а делателей мало, запали ему в душу, и он, как сам писал, хотел приняться за полезную, практическую для простого народа работу, и преодолевая отвращение к естественным наукам, опять же, по его словам, он поступил на медицинский факультет, то есть сознательно выбирая медицинскую деятельность как то, что может помочь ближнему больше, чем художественная деятельность. Он работал по окончании медицинского факультета в Киевском университете, он работал с ранеными во время русско-японской войны, затем в госпитале в Ташкенте, где оперировал раненых, написал научную работу, за которую получил профессорство. В годы борьбы с религией он сознательно демонстрировал свою веру коллегам, всегда молясь перед иконой Божьей Матери перед операцией, посещая храмы. Осознавая последствия своего шага, в 1921 году он принимает сан-диакона, затем священника, открыто одевает рясу с крестом на груди, читая лекции в университете. Так как его жена умерла достаточно рано, оставив его одного с четырьмя детьми, то у него не было препятствий для принятия епископства. монашество и затем епископство. В общем, это все произошло очень быстро и сразу, как он становится епископом, начинаются аресты и ссылки. И он проводит в тюрьмах ссылках много лет, возвращаясь и снова попадая. Причем в очень жестких условиях, за полярным кругом, Труханском крае, где он заканчивает свои научные труды, например, знаменитый труд очерки гнойной хирургии, лечит, оперирует больных, крестьян, тунгус, милиционеров, которые охраняли его. И во время войны, когда отношения между церковью и государством несколько улучшились, то есть он продолжает уже более свободно свою епископскую деятельность в Крымской епархии, сначала в Тамбовск, а затем в Крымской епархии, где служит в храмах. Вот здесь фотографии его в госпитале, здесь с прихожанами, то есть он сочетал обе роли епископа и хирурга, и, как мы видим, был окружен людьми, которые его любили, ему доверяли и, в общем, принимали его веру полностью. Но самое мне показалось очень интересно, что он писал, то есть, не имея богословского образования, он писал проповеди и такие апологетические сочинения, «Дух, душа, тело», издававшиеся в самоздате. Его работа «Дух, душа и тело» – это такая попытка соединения науки и веры, и в них он пишет о том, как открытие науки подтверждают многие религиозные догадки. И вот очень интересно, у него есть глава о любви и сердце, и где он пишет, что именно сердце является органом всех чувств и духовной жизни. Он приводит в пример свой опыт как хирурга, говоря о раненых, у которых была поражена большая часть головного мозга, но это не повлияло на их психические реакции. То есть, он считает, что все-таки центр эмоциональной и духовной жизни человека – это сердце. Конечно, вот сейчас вышел такой документ в Русской Церкви о том, что есть профессии, несовместимые с званием священнослужителя, где сказано, что врачебная практика, особенно хирургическая, связанная с пролитием крови, несовместимая с церковными канонами, опыт Святого Луки является скорее исключением, которое не следует возводить правила. Это подтверждение, что это все-таки очень уникальный путь, но для нас очень важен путь этих двух людей, Матери Марии и Луки, как реальное воплощение того, что в православии существует очень сильный заряд воплощение заповеди любви к ближнему. И для нас очень важно опираться на эти примеры, поскольку они как-то говорят нам может быть больше, как современникам. но все-таки мы должны понимать, что у каждого человека свой особый путь к святости и общее между святыми, наверное, это любовь. И в самом заключении я обращусь к словам святого Силуана Афонского, которого сегодня много цитировали, и, наверное, это будет хорошим завершением нашей конференции. Эти слова очень простые, но отец Эндрю писал в своей книге о том, что в них заложено очень глубокое богословское содержание. Чем больше любовь, тем больше страданий души. Чем полнее любовь, тем полнее познание. Чем горячее любовь, тем пламенье молитва. и чем совершеннее любовь, тем святее жизнь. И в общем, я не хочу ничего добавлять к этим словам. То есть если есть вопросы, буду рада на них ответить. Спасибо большое, Вина. Спасибо.